Подозревается в убийстве журналиста Владислава Листьева, поддержал нападение на Украину, признал так называемую ДНР и ЛНР. Все это о депутате от «Единой России» Сергея Лисовском. Один из ярых патриотов кремлевского режима – далеко не бедный человек. В своей декларации Лисовский указал безвозмездное пользование жильем площадью 154,5 квадратных метров. А согласно имеющийся у The Insider выписки из Росреестра, эту квартиру в доме в Чапаевском переулке депутат сначала купил, а затем переоформил на детей. К слову, у детей «Единоросса» его жены – эстонское гражданство. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Алексей Чепа тоже активно критикует Запад и поддерживает войну в Украине. Более того, служитель кровавого режима призывает провести псевдореферендум во временно оккупированном российскими войсками Херсония. «Моё мнение, что в Херсоне нужно проводить референдум. В каждом государстве так должно быть. Референдум определяет, куда хотят люди. Хотят они создать свою Херсонскую республику или хотят объединиться с Крымом или Донецком». Алексей Чепа, депутат Госдумы от «Справедливой России» в интервью Daily Storm. Чепа, как и многие российские депутаты и олигархи, человек двойных стандартов. С одной стороны, критикует Запад и поддерживает незаконную оккупацию украинских городов. С другой – отпустил детей жить в Испанию. 25-летний Данил Чепа руководит фирмой «Лениц Инвершинес». Эта компания с капиталом в 2,9 миллионов евро управляет недвижимостью. А дочь Анастасия числится бенецифиаром британской компании «Эперс ЛТД», которая занимается продажей роскошных предметов одежды и аксессуаров. Сегодня Чепа находится под санкциями, однако его детей это еще не коснулось. Годами российская элита вела пропаганду российских ценностей, при этом не брезгуя обворовывать своих граждан и вести бизнес, покупать недвижимость и растить детей в США и Европе. Так, супруга Дмитрия Пескова, российская фигуристка Татьяна Навка, а также его дети Николай и Лиза Песковый ведут роскошный образ жизни, несовместимый с зарплатой государственного служащего. Навка владеет недвижимостью стоимостью более чем 10 миллионов долларов США. Дочь Лиза Пескова тоже не скрывает свой роскошный образ жизни. Впрочем, американский Минфин расширил санкции против окружения Путина. И в санкционный список все-таки попали дети Путина – семи главы МИД Сергея Лаврова и пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. В течение долгого времени мы наблюдали, как президент Путин и российские олигархи прячут свои богатства и активы на банковских счетах членов своих семей. Это была попытка добраться до этих активов. И именно поэтому против этих людей были введены санкции. К тому же 17 мая министр внутренней безопасности Канады Марко Мендичина сообщил у себя в Твиттере, что Канада решила запретить въезд тысячи россиян, попавших под санкции из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Среди них и глава МИД Сергей Лавров. Ограничения будут применяться ко всем иностранным гражданам, подпадающим под санкции Канады, а также ко всем членам семьи, сопровождающих их. Юлия Грановская специально для информационного марафона Freedom на телеканале UA.